Всем привет, я Егор, и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И да, сегодня это наш традиционный Лимб с традиционным отсутствием декораций и намеков на то, почему комната красная. И сегодня наш герой это просто суровый дядька, качок по молодости, поэт, священный правитель и просто няша Генрих VIII. 1491 год. Португальцы крестят повелителя Конго, в Испании Фердинанд и Изабелла, о которых мы уже рассказывали, успешно завершают реконкисту, а в Гринвиче, на неизвестном тем, что там проходит тот самый Меридиан, рождается третий ребенок первого английского короля рода Тюдоров, Генриха VII, названный также Генрихом. Собственно, произошло это не то чтобы из-за недостатка оригинальности, просто никто не ожидал, что он все-таки взойдет на трон уже под цифрой 8. Дело в том, что у него был старший брат, а это значит, что Генриха пророчили в священнослужители. А это значит, что все детство он провел за богословскими книжками и в написании сочинений о том, как он встретился с Богом этим летом. Ну и, например, о том, почему брак это священный союз. И последнее я серьезно, это довольно иронично. Из старших родственников, помимо родителей, у него была сестра Маргарита, о которой мы еще позже вспомним, и брат Артур, которого обычно принято выставлять таким недоношенным, всего на один месяц-то, господи, значит, слабым и хилым ребенком, но на самом деле это было не совсем так. Он вполне себе был таким задорным и бодрым чуваком, что не помешало ему в итоге умереть от чахотки. Впрочем, некоторые современники полагали, что это произошло из-за того, что он переусердствовал при ублажении своей супруги, Екатерины Арагонской, дочери уже упомянутых Фердинанда и Забеллы, но оставим грязные сплетни. Как некоторые донашивают шмотки за старшими братьями, так и Генриху досталась роль принца-наследника, а заодно и жена покойного брата. И вот прежде чем перейти к тому, как это все было, нужно упомянуть об одной простой, но важной штуке, объясняющей, почему вообще все сосредотачиваются на отношениях Генриха VIII со всякими там прекрасными дамами. Ну, не считая того, что простой обывательский интерес к мужчине, у которого было шесть жен, из которых половина ушла из жизни, ну, в принципе, объясним достаточно легко. Все говорят о королевских браках старины Генриха просто потому, что ничего важнее королевских браков, в принципе, в то время в Европе не было. Потому что с их помощью скреплялись политические, экономические и военные альянсы. От этого зависело появление наследников и, следовательно, наследование титулов и земель. От этого зависел, в конце концов, ваш социальный статус. Социальный статус как отдельного правителя, так и его династии в целом. В общем, выбор жены был действительно сложным выбором. Ну, чтобы подробнее ощутить все на своей шкуре, можете, например, в Crusaders Kings поиграть. Или можете смотреть кино, чтобы увидеть чуть менее циничную точку зрения на всю эту брачную и бракоразводную историю. И если в этот момент ваша рука уже потянулась к соседней вкладке, чтобы спросить у Гугла адрес Рутрекера или его очередного зеркала, кстати, запрещенный в Российской Федерации ресурс, то остановитесь и возвращайтесь к нам. Я расскажу вам, как смотреть кино легально и чувствовать себя при этом счастливым и здоровым, будто и не человек вы вовсе, а конь римского кесаря Каллигулы. Я уверен, что у вас у всех есть аккаунт на Кинопоиске, и раз в несколько вечеров вы обязательно барским движением своего пальца по своему смартфону долго выбираете, какой же фильм вам сегодня посмотреть. После чего идете и пиратите это чудо кинопроизводства или смотрите его на каком-нибудь чудовищном сайте, где вам сначала предлагают 14 раз подряд посмотреть рекламу про то, как поднять бабла. Однако теперь у Кинопоиска есть раздел онлайн, и не надо больше ничего искать и скачивать, смотрите прямо там на сайте. Кроме новинок я там нашел огромную подборку старых фильмов, которые можно смотреть бесплатно, но с рекламой. Ну, это старые фильмы, но не зря же вы на канал об истории подписаны, так что должны эту новость оценить. Эти же фильмы можно смотреть без рекламы по подписке на Яндекс.Плюс. Вы знаете, что мы не занимаемся информационным партнерством, во-первых, с проектами, которые нам не нравятся, а во-вторых, с проектами, у которых нет для вас ништяков. Так и здесь. В описании видео, в самом верху, ищите именной промокод REDROOM для наших подписчиков, с которым можно будет получить в подарок любой первый фильм. Можете, например, еще одну из рода болейн пересмотреть и посмотреть. Посмеете хотя бы. Ну, а пока вы, наши жадные до знаний и других изысканных удовольствий подписчики, уже потираете свои руки в предвкушении вечернего киносеанса, я позволю себе продолжить. Собственно, вот в чем заключался замес с Екатериной Арагонской. Брак с ней Тюдором нужен был, во-первых, ради военного союза с объединенными Кастилей и Арагоном. Во-вторых, потому что папа нашего сегодняшнего героя был всего лишь первым правителем своей династии, да еще не то чтобы стопроцентно легитимным. А вот род Трастамара, откуда была невеста, был просто дофига древним и пафосным. И родство с ними во многом было нужно не только ради понтов, что, вообще-то говоря, тоже важно, сколько и ради того, чтобы, наконец, было видно, что вот династию Сидоров признали равными какие-то там, ну, серьезные и благородные древние европейские монарши и фамилии. Впрочем, остановимся на войне. Тот самый Фердинанд, папка Екатерины Арагонский, вел войны с Францией, и поддержка Англии, которая, ко всему прочему, славилась своей набожностью, была ему, в общем-то, нужна. Тем более, что у Англии тоже были свои интересы во Франции, у нее там оставалась еще какая-то часть их владений на континенте. И поэтому, когда Артур, первый муж Екатерины Арагонской, первый принц английский, откинул копыта, все были несколько деморализованы. Настолько, что его папаша, Генрих VII, даже попытался быстренько заделать еще одного ребенка, но у них родилась дочка, а, собственно, королева после этого вскоре тоже отправилась вслед за старшим ребенком на тот свет. Как говорится, не повезло. Но не отменять же из-за этого военный альянс. Ну, и к тому же было приданное, которое уже начали английским монархам выплачивать, хоть и не целиком. Поэтому Генрих, добрейший человек, даже предложил самостоятельно жениться на крошке-инфанте. Но ему как-то в этом деле быстро отказали. Поэтому, в общем, малышка досталась другому Генриху, его сыну, который, в общем, восьмой. Проблема заключалась в том, что этот самый Генрих оставался единственным наследником. А еще проблема заключалась в том, что ему было 12 лет, и официально вступить в брак он мог только через 3 года. А еще было много проблем с тем, чтобы доказать папе Римскому, что такой брак вообще законен. В общем, проблем было достаточно. Вдобавок ко всей этой куче траблов, в 1504-м умудрилась помереть Изабелла, жена Фердинанда и мать Екатерины. Кастилия досталась ее безумной дочери, и Фердинанд оказался под нехилой угрозой потерять эту самую Кастилию и остаться у разбитого корыта. Ну, в смысле править только небольшим ирагодом. Ну, еще Неаполем и еще Сицилией. Ну, что приятно, но все же не Кастилия. Ну, и его дочка, соответственно, тоже стала чуть менее ценной, да и с выплатой остатка приданного начались проблемы. Как и, в принципе, с деньгами. Так бы вся эта брачная история, наверное, и закончилась, но Фердинанд все-таки умудрился порулить свои проблемы в Испании, да выплатить часть приданного и даже послать своей дочке денег. Да не просто денег, а назначить ее на официальную оплачиваемую должность. Что было весьма кстати, потому что до этого несколько лет она жила вообще не пойми на что, потому что английский двор ее не содержал и испанский двор ее не содержал. Вот, ее назначили официальным послом королевства Фердинанда в Англии. И это, кстати, первый прецедент в истории, когда женщина стала вполне себе легитимным официальным дипломатом и посланником другой страны. Ну, и она в этот момент стала оказывать достаточно сильное влияние на Генриха, потому что, ну, никто кроме нее, в общем, не занимался разруливанием испорченных его папашей с придворными отношений. Ну, и вообще стала такой правой рукой нового короля Генриха Восьмого. Так что в 1509 году этот союз между Фердинандом Арагонским и Генрихом Английским Восьмым все-таки был заключен. Я так подробно освещаю здесь эту историю, просто для того, чтобы было понятно, насколько сложно сочиненной и важной и многофакторной была история любого династического брака в тот период, на самом деле, не только касательно Англии или там Испании. Но, поехали дальше. Что же там, собственно, случилось-то в начале правления Генриха Восьмого? Во-первых, он так весьма неплохо, ну, с переменным успехом, но все-таки неплохо, воевал с пресловутой Францией, так сказать, чтобы не давать ей расслабляться и чтобы ей все равно приходилось как-то доказывать свое право называться европейским гегемоном. Во-вторых, он занимался спортом, здоровым образом жизни, устраивал рыцарские турниры, которые он вообще очень любил, всякие там охоты, и был еще прекрасным игроком в теннис, кстати, который как раз к 16 веку оформился в почти современный теннис и завел себе ракетки и сетку, которых раньше не было, и вообще, по-моему, в эту лапту руками играли. В-третьих, у него улучшались отношения с его королевой, потому что она вообще держалась молодцом, как я уже сказал, и разруливала много его проблем. В то время, как его отношения с ее папашей все портились, и, наверное, это было как-то связано с тем, что в их совместных компаниях Фердинанд все время кидал Генриха. То не давал ему провести какой-нибудь бой, который хотел провести сам, то оставлял его солдат без снабжения, ну, в общем, какие-нибудь такие истории. Да и тем более, что Генрих и сам воевал, например, с той же Францией вполне себе успешно без помощи Фердинанда. В-четвертых, он становится важным членом Священной Лиги, санкционированного Папой Римским Военного Союза против Франции. В-пятых, помните Маргариту? Маргарита, она была на самом деле классной. Это старшая сестра Генриха. Так вот, у Генриха и Екатерины на тот момент еще не было детей, об этом чуть позже. И по факту официальным наследником короны являлась эта самая Маргарита. Она была замужем за тогдашним шотландским королем, Яковом Четвертым, если это кого-то интересует. И вот этот Яков Четвертый умудрился развязать войнушку с Англией, потому что он такой, «Хмм, подождите, я женат на наследнице Англии, может быть, это как-то надо использовать?» Ну и у его благоразумной жены не получилось его отговорить. Поэтому в каком-то там бою он умер, но тем не менее, войнушка с Шотландией у Генриха в начале правления таки случилась. Таким довольно нелепым образом. Что, впрочем, прекрасно иллюстрирует тот факт, что его положение на троне было не самым прочным. Вот так вот. В шестых, дети. Точнее, отсутствие этих детей. Да, как вы понимаете, главной проблемой Екатери Арагонской было то, что она рожала либо девочек, либо мертвецов, либо кого-нибудь, кто почти сразу умирал. Аукнется ей это, короче, реально аукнется. Но об этом вы и сами догадываетесь. Собственно, в седьмых ей это начало аукаться еще в начале десятых годов, когда ее доминирующая роль при дворе перешла прекрасному кардиналу Томасу Уолси, который настолько замечательный персонаж, что мог бы попасть в топ коррупционеров, который мы как-то делали. Фактически, именно он будет править страной в ближайшие лет, эдак, 15. Чем будет занят Генрих? Ну, воевать с Францией он будет, например. А еще турниры, охота и любовницы. И теннис, видимо, еще. Ну, вероятно, госделами ему было заниматься олень, да и надо было как-то снимать стресс от того, что у него все еще не было нормального наследника. Так что кардинал Уолси прекрасно взял на себя эту самую роль разгребания монарших обязанностей. А теперь о нем кратко, но поподробнее. Поподробнее, кратко. В общем, скажем о нем несколько слов. Сын мясника, принявший сан и получивший неплохое образование, умудрился добраться аж до поста духовника Генриха и стать его фаворитом, что позволяло ему рулить в государстве практически всем. Занимался он в основном переговорами с французами, отстройкой роскошных супер-лукшери-мега-безумных дворцов, введением новых налогов, безумных тоже не менее, чем его дворцы, значит, воровством денег из казны, а, ну, конечно, зарабатыванием славы великого развратника, естественно, недостойный священнослужителя, коллекционированием титулов, ну и всем вот этим прочим. Забавно, что Уолси никто не любил во многом из-за этих безумных налогов, по крайней мере, в народе. Но еще забавнее, собственно, то, что он пришел на место двух самых жутких сборчиков налогов, которых Генрих казнил, арестовал сразу по вошествию на престол. Ну, такой популистский жест. Стало ли от этого кому-нибудь легче? Нет. Ну и, конечно, конечно, он занимался любимой спортивной дисциплиной всех подобных чуваков. Порча монеты, уменьшение доли серебра. Что, конечно, ни к чему хорошему, блин, не приводилось. Чего бы это приводило к чему-то хорошему? Конечно, деньги становилось проще печатать, но цене они от этого нифига не становились, понимаете? А учитывая, как королевский двор выкидывал на ветер деньги и без участия Уолси... Ну, в общем, в какое место скатятся английские финансы, мы еще увидим. Кстати, я говорил, что еще Уолси никто не любил. Кроме короля, до какого-то момента, естественно. Черни любила его за налоги, знать за то, сколько власти он себе отхватил и за неблагородное происхождение. Вот венецианский посол о нем, например, писал, что он правит и королем, и королевством, и за это его тоже как бы не то, чтобы кто-то любил. Ну, и то, какими жесткими методами он зачастую решал проблемы, тоже не добавляло ему популярности. В 17-м году он, например, подавил беспорядки в Лондоне, вспыхнувшие по причине того, что иноземные ремесленники расплодились, и это не нравилось местным ремесленникам. Подавил он его следующим образом. Десятки повешенных и несколько сотен человек, брошенных в Тауэр. Вот это были методы Уолси. Король в то время в Лондоне отсутствовал. Впрочем, по возвращению в Лондон Генрих помиловал всех этих ребят, которые сидели в Тауэре. Так сказать, проявил королевское благородство. И это один из примеров того, почему некоторые историки считают, что он в принципе понимал, что делает Томас Уолси, проклятый кардинал. Просто ему нужен был такой козел отпущения для реализации непопулярных решений. Вообще, Уолси мне кое-кого напоминает. К 20-м стало, в общем-то, понятно, что брак Генриха с Екатериной Арагонской ни к чему хорошему, судя по всему, не приведет, потому что уже 33-летняя королева, как я уже и говорил, все никак не могла родить наследника. А тут у Генриха еще завелась любовница, Элизабет Блаунд, которая родила ему в 19 лет, бастарда-мальчика, которого Генрих даже тут же признал. И у которого на самом деле были потом неплохие шансы сесть на престол, но неважно, он умер от чахотки в 11 лет. Крестным отцом этого бастарда стал все тот же Томас Уолси. Кстати, о Уолси. В 29-м году было принято решение таки разводиться. И именно старину кардинала послали об этом договариваться с папой римским. Но то ли у Уолси были там какие-то свои замесы, то ли папа не очень хотел давать разрешение на этот развод, потому что уж слишком долго предыдущий папа давал разрешение на этот брак. Но на самом деле, скорее всего, дело было в том, что папа римский находился в тот момент под пяткой германского императора, супер Габсбурга Карла Пятого, который был на секундочку племянником Екатерины Арагонской. И, вероятно, беспокоился не только за семейную репутацию, но и за прочность антифранцузского альянса. Генрих так разгневался на Уолси из-за этого провала, что тот моментально впал в опалу и даже был взят под арест. Но неизвестно, чем бы закончилась эта история, потому что... потому что Уолси умер, не дождавшись встречи с королем. Такие дела. Не думаю, что по этому поводу кто-то расстроился, ну, потому что есть даже версия, что реформация в Англии потом пройдет более-менее мягко, в том числе и из-за фигуры кардинала. Потому что он был настолько непопулярен и настолько в массовом сознании иллюстрировал собой все вообще классические пороки католической церкви, что, ну... репутация, в общем, была у нее подмочена. Кстати, вот мы и дошли до реформации. Но прежде чем открывать бутылку шампанского, которой у меня нет, в честь англиканской церкви давайте пробежимся по ряду моментов, повлиявших на это самое появление этой самой англиканской церкви. Во-первых, собственно, формальный повод, бракоразводный процесс Генриха с Екатериной, на который не давал согласия папа и с чем ничего не мог поделать парламент на протяжении кучи времени. Во-вторых, есть еще и причины, помимо поводов. Одна из них — власть. Видите ли, Генрих был абсолютистом и при нем увеличивалось значение королевского совета и уменьшалось значение парламента. Кстати, всеми ненавидимый Волси приложил к этому свою руку, тем паче, что он тоже был королевским советником. Это к вопросу о непопулярных решениях. Кроме того, как я уже говорил, Генрих был всего лишь вторым из правителей Тюдоров, да еще и с наследниками у него была проблема, так что как-то перестраховаться очень хотелось. Да и вообще укреплять собственную монаршскую власть вполне себе в духе монархов того времени. Кроме того, на руку всему этому сыграло развитие протестантизма, хотя Генрих протестантом не был, но об этом потом. Речь на самом деле идет о том, что в конце концов религиозная власть мало чем все времена уступала светской. И взять в руки еще и этот рычаг управления страной для Генриха было наверняка такой вкусной конфеткой. Вот что я думаю. Тем более, что католическую церковь в ее старом виде в Англии уже устали критиковать. И за таких персонажей, как Уолси, и за поголовной безграмотности священников, многие из которых просто не могли прочитать все чинашно изусть. И из-за того, что, в общем, огромное число этих клириков было попросту-напросто бездельниками, потому что многие из них, по идее, управляли сразу кучей приходов и, соответственно, ничего там не делали. Цинизма добавляет тот факт, что Генрих, как я уже сказал, вовсе не сочувствовал протестантам. При нем даже какое-то их количество сожгли, за что монарх получил от папы титул «Защитник веры», который он, кстати, забавным образом сохранил, даже после того, как разорвал отношения с Римом и даже после того, как был отлучен от католической церкви. Другая причина – деньги. И вот это вот не менее важно. Порча серебра и инфляция, коррупция, постоянные войны, пышность королевского двора – все это, в общем, угрожало Англии остаться без штанов. Так что, когда в 34-м году Генрих стал не только светским, но и духовным лидером своего прекрасного государства, началась самая веселая часть. Потому что, как вы понимаете, огромными средствами обладали монастыри и приходы. И что в таких случаях делают? Секуляризацию церковных земель. В 36-м году было закрыто 376 монастырей, а к 39-му и все остальные. Их земли, которые составляли на секундочку четверть всех английских землевладельческих угодий, перешли в распоряжение короны. В итоге треть от всего этого добра досталась всякой там новой знати, которая, вероятно, была зато Генриху весьма благодарна. Такой вот финт ушами. Забавно, что Генрих считал себя этаким независимым католиком от папы, который теперь просто именовался в Англии римским епископом. Для убедительности он даже сжег еще пачку протестантов уже после вот этого всего разрыва отношений с Римом. Зато службы стали вестись на английском языке, праздников стало поменьше, а вот церковная десятина никуда, естественно, не делась. Индульгенции. Еще отменили индульгенции. Никто не любил индульгенции. Не знаю. Нормальная идея. Тем временем король к 33-му году оказался в законном браке с Анной Болейн, сестрой одной его бывшей любовницы, суровой карьеристкой и просто женщиной, которую никто терпеть не мог при дворе. Кстати, именно за этот брак его от католической церкви официально и отлучили. Бедняжку Екатерину к тому времени отправили подальше, выделили жалования и до конца своих дней она будет заниматься в основном благотворительностью. Анна была беременна, но сильно ей это не помогало, потому что, во-первых, у Генриха уже появилась новая любовница. Во-вторых, они с Анной Болейн не сходились в мнениях насчет того, как же раздавать, собственно, конфискованные церковные земли. В-третьих, Генрих теперь мог жениться и разводиться как угодно. В-четвертых, как я уже сказал, Анну не очень любили при дворе, у нее было много всяких там этих самых врагов. Вот так вот. Ну и когда она родила девочку, в принципе, ее судьба уже была предрешена. То, что эта девочка потом станет, типа, той самой Елизаветой Первой, конечно, никто не знал и не догадывался. Наверняка, наверняка Анна Генриха за это до сих пор, значит, короче, жучит там. Если, ну, в смысле... Ну, а когда следующая беременность закончилась в выкидыша, Анну обвинили вообще во всем. В измене со всеми на свете, колдовстве, госизмене, изначальном отсутствии благородного происхождения и даже, наверное, в бьюти-блогинге. Ну, в общем, и обезглавили. Следующая его жена, Джейн Сеймур, примечательна ровно тем, что таки родила ему прекрасного принца, да и померла на радостях от родильной горячки в 37-м году. Потом была протестантка Анна Клевская, с которой он развелся, обозвав ее фламандской кобылой. И затем Екатерина Говард, двоюродная сестра Анны Болейн, которую тоже казнят, видимо, семейная преемственность. Казнят по обвинению в измене, вместе с ее двумя любовниками, бабушкой, родителями, тетушкой и еще кучей народа. Как будто в древнем Египте, типа, будто она без них не могла на том свете обойтись. Но вообще, видимо, весь этот ход с такой масштабной казнью был нужен для того, чтобы запугать в очередной раз знать и усилить королевскую власть. Кстати, пара слов об измене. Короля не обвиняли во всяких его любовных похождениях не только потому, что он был король, но и потому, что он был мужчина, знатный мужчина. Потому что дело обстояло следующим образом. Королевский басан, басарт, рожденный, ну, типа, от какой-то левой незнакомой женщины, в принципе, никому вреда не причинял, никаких хлопот не доставлял. Ну, есть он там где-то. Ну и ладно, пока его не признали, он вообще на государственную жизнь никакого влияния не оказывает. А вот если королева или какая-нибудь благородная там жена какого-нибудь не менее благородного феодала вдруг рожала ребенка не пойми от кого, то ставились под сомнение и все остальные дети, в смысле, ставилось под сомнение, их законность, что реально добавляло проблем в плане претензий на титулы, их наследование, дележа земель и так далее. Так что это, конечно, типа, патриархальное общество и сексизм, но определенную практическую причину с точки зрения вот этой всей гинностической истории найти довольно легко. Тем временем наступили сороковые. Король продолжал укреплять свою власть и запугивать придворных, повышал налоги, забрал себе все земли ордена госпитальеров, ну, так же, как он раньше поступил с монастырскими землями, и продолжал портить монету, потому что денег ему все равно ни хрена не хватало. Таким образом, к концу правления Генриха английские деньги стоили в 7 раз меньше, чем в начале его правления. Параллельно в эти годы он будет разбираться с восстаниями в Ирландии, где, в общем, начнется полный бардак. Он отберет у местных вождей всякие их права, у просто местных земли отдаст их англичанам, а еще запретит Геллам разговаривать на родном языке. Поскольку даже из территорий у ирландцев останутся только самые убогие и бедные Мунстер и Конахт, единственное, за что им останется держаться, за религию. И, несмотря на закрытие монастырей, ирландцы останутся католиками до конца, в общем, своих дней, которые еще не наступили. Страшно недовольными Англией католиками. И не зря, в будущем их ждет море сюрпризов. Смотрите, например, видео про голод в Ирландии. Впрочем, Генриху тоже было трудно. Ему приходилось воевать с Шотландией, ему приходилось сжигать Эдинбург, ему приходилось воевать с Францией. И все это, ну, не очень хорошо сказывалось на его здоровье, конечно. Ну, не только это, но не важно. Он еще был жирным. Короче, здоровье короля все это веселье не выдерживало. Слава богу, что хоть последняя его шестая жена, Екатерина Парр, была милахой и всячески его по-семейному поддерживала. Забавно также и то, что ее чуть пару раз таки не отправили в Тауэр, потому что она была убежденной протестанткой. Но как-то пронесло, видать, действительно устал король. Собственно, да, время его подошло к концу. В 47-м году он умрет от ожирения. По итогам можно сказать, что он начал английскую реформацию, вышел из-под влияния Папы Римского. Английская реформация, в свою очередь, приведет к изменению вообще всего, включая, там, сдвиг курса английской экономики. Смотрите про это у нас другие видео на канале. Он, значит, начнет колонизацию Ирландии, порешает кучу проблем с Шотландией. В общем, реально наломает дров очень сильно. Очень сильно. Ну и, конечно, вот этот весь политический бардак с перетягиванием на себя английского трона, который произойдет после смерти его сына, следующего короля, Эдуарда. Ну и, в конце концов, это просто, ну, прекрасный исторический сюжет. В нем есть кровь и куча жен, мертвых и не очень мертвых жен, и мертворожденные дети, и войны, и ожирение. Спасибо патронам и патронесам за выбор этой темы на Патреоне, спасибо всем остальным, кто смотрит эти видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, тыкайте в кнопку с колокольчиком, оставляйте комментарии, пересчитывайте жен, любовниц, не ешьте на ночь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!